Вы мечтаете о красивом оформлении группы или канала YouTube? В таком случае вам группу Corsair Art Studio. Здесь высокое качество, короткие сроки изготовления, а самое главное низкие цены. Ссылочка под видео. Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своём канале, и с вами Виторган 177. На обзоре у нас сегодня будет карта река. Это первая работа автора. Автора, собственно говоря, зовут Владимир Капитонов. Карта была любезно предоставлена непосредственно самим автором для обзора. Вот. Ну, что я могу сказать. Описания, в принципе, у меня так такового нет, поэтому в лучших традициях обзоров Виторгана 177 описульку мы будем стряпать прямо в процессе обзора. Надеюсь, это никого не напряжёт. Ну, первым делом, что я могу сказать. Что на данной карте у нас будет? Один стартовый автомобиль. Стартовый автомобиль. Плюс один слот. Вот. Потом, ну, давайте я, наверное, Урал 4320 заменю на свой Урал. Вот. А в свободный слот поставлю как раз 260. Да давай, что-то там прогружайся. Вот. Ну, всё. Больше записания пока ничего не могу предоставить, поэтому стартуем. Вот. Стартанули. Почему поменял? Не думаю. Да потому что, ребят, я знаю, что, в принципе, все аддоны, которые ставятся на Урал 4320, ставятся также и на мой Урал. Поэтому спокойно душой ставлю и не заморачиваюсь. Стартуем мы с вами на локации, можно сказать, лесоповала, точки погрузки и также ещё и заправки. То есть, заправляйтесь, что делайте, что хотите, а потом, как говорится, бороздите просторы данной карты. Вот такая вот карта, ребят, небольшая. Первая работа автора. Правильно делает автор, что не берётся за самые большие, потому что многие делают ошибки, вот, ну, не многие, но бывают такие люди, как, вроде, только первая работа автора, а они сразу, ага, большую надо мне запердолить, чтобы она прям, чтобы она прям со свистом пролетела, и чтобы прям все ахнули, увидели, какой вот якоро хороший автор. Но чаще всего бывает всё вплоть до наоборот. Чаще всего бывает всё очень плачевно, печально и так далее и тому подобное, по той простой причине, что первые работы авторов, они слишком торопливые. Вот, авторы торопятся, как голые на... Вот, короче, торопятся они очень сильно, и получается у них чёрти что. Вот, поэтому не рекомендую брать за первую работу, браться за первую работу, и карта, чтобы была максимальная. 32 на 32, это беспредел, это предел. Вот, короче, два в одном флаконе. Вот, но рекомендую брать где-то, ну, максимум 16 на 16. Ребят, вы можете там свой потенциал раскрыть, да нельзя. Это ровным счётом в два раза меньше, чем максималка. Но при всём при этом, вы можете сделать эту карту настолько интересной, что действительно можно потом будет ахнуть. Вот, поэтому давайте будем стараться, чтобы все ахали. Так, ну что ж, ну, в целом, да, лесоповальчик достаточно такой банальненький. Стоит козёл для погрузки бревен в локации. Ну, в принципе, как я уже всё сказал. Ладно, заводимся. Заводимся и смотрим, что у нас вообще на карте. На карте у нас присутствует один гараж. Гараж закрытый который. Так, потом у нас присутствует с вами одна заправка. Одна заправочка, тра-та-та. Потом у нас с вами присутствует, дача, один лесоповал. Одна точка погрузки. Также у нас присутствует, ребят, четыре пилорабы. Так, четыре пилорабы. И по точкам разведки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь точек разведки. Вот на такой махонькой карте. Для максималки девяти точек разведок вполне достаточно. Ну, куда здесь семь, я не знаю. Ну, ладно, пишем семь точек разведки. Точек разведки. Семь точек разведки. Так, ну, вроде бы все, да. По-моему, по... И один стартовый автомобиль, плюс один стулон. Так, ну, все, в принципе, погнали. Погнали наши городских. Короче, меня кто-то куда-то погнал, я городской. Так, первая точка разведки у нас где-то вот здесь. Давайте поставим ориентирчик, и, собственно говоря, будем его придерживаться. Понеслась у нас невидимая грязь прямо в самом начале. Не знаю почему. Не знаю зачем, но она есть. Может быть, автор хотел ее сделать лайтовой. Ну, автор, у тебя это не получилось. Вот. Записываю обзор на данную карту уже второй раз. Вот, я признаюсь. Я записываю обзор на второй раз. Ну, первый раз был фейл. Фейл, наверное, по большему счету не только авторский, но и мой. Автор забыл поставить локацию гаража. Я, соответственно, гараж не открыл. Вот. А автор, так скажем, не протестировал. И вот получился вот такой вот у нас казус. Так, 43.20 у нас там с гаражом. Нет, ребят. Я, имея честь уже, как бы, ездя по этой карте, у нас там где-то есть кабазик с топливом. Потому что, вот, вроде бы, точку разведку открыли, да, и думается, ага, вот он там, Урал стоит. Сейчас мы его подшуманим, в гараж отвезем. И мы будем там как хренушки. Хренушки, не так все было. Нам нужно теперича найти кабаз с топливной цистерной, отремонтировать его, а потом, собственно говоря, ехать и заправлять этот Урал. Потому что вот там у нас сухой. Вот. Изначально можно подумать, что он там мокрый, ээээ, господи, поломанный. А по факту он там сухой стоит, без топлива. Вот. Поэтому ищем топливную цистерну, топливную цистерну шуманим. А после того, как отшуманим, уже, собственно говоря, едем и заправляем гаражные части. Так, 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 левее берем, да, левее, да, у нас точка разведки. ХЗ, зачем она? Ну, она есть, давайте мы ее возьмем. По большему счету она роли большой не сыграет, но все-таки, какие-то, что-то она откроет. Я так думаю, еще, наверное, на треть, как минимум, а то и на половину карты еще у нас откроется. Благодаря этой точке разведки. Чпок. Вот он, да, вот он, этот КАМАЗик, ребят. Вот, видите, открыл только две точки разведки. Две трети карты уже открыты. Благодаря двух точкам разведки. Нахрена, здесь их семь. Так, ладно, едем дальше. Ищем, который КАМАЗ зовется. И вот, собственно говоря, шуманькаем. И едем потом за Уралом. И, собственно говоря, его заправляем. Так, 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 где-то тут, да. Вот он, вот он, раньше родной. Заждался, небось, да? Об этом вот они. Ну, давайте я пересяду, продемонстрирую то, на что он способен. Да, или не на что он способен. Так, пересаживаемся обратно. Ремонтируем. Пересаживаемся обратно, заводим. Так, топливная цистерна у нас 600 литров, да, имеется. Так, 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 так. А, давайте я вот здесь проеду, точку разведки возьму, доеду до Урала. Да, именно так и сделайте. Поехали. Карту выложу на сайт СТ-Босс. Если автор это еще сам не сделал. Что-то я не помню, насчет этого, поговорю бы, что у нас была какая-то или нет. Ну, вот, выложу карту на сайт СТ-Босс. Слушайте, а вот интересы ради. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Лужица там красивая, все такое. Как бы все классно, все драмотно. А вот все-таки. Вот здесь никак оно проехаться может. Может. Очень даже легко. Я бы вот все-таки на месте автора взял бы и вот сюда вот камней бы накидал. Вот так вот, знаете, так, не значай. Типа они вот отсюда свалились, и вот тут у нас они валяются. Вроде бы не значай, вроде бы реалистично. И хрен при всем при этом проедешь. Ребят, ну вот, вроде бы казалось бы, да? Всего-навсего камушки, а вот так уже хрест кощунешь. Так что зря автор упустил этот шанс. Будут многие там ездить и кощунь. Лучше по-твердому проехать, нежели по мокрому и грязному, правильно? По-моему, это очевидно. Так, Урал. Урал, ты где? Урал. Так, эта дорога куда? Вот, несмотря на то, что первая работа автора, я считаю, достаточно все очень даже неплохо выглядит. Очень даже грамотно. Красивенько. Речушка, фигушка, все как положено. Островок вот присутствует и середине реки. Кстати, мы сейчас по нему поедем по этому островку. Грязь автор умеет делать. Достаточно очень, я считаю, хорошо у него это получается. Но, правда, вот недалеко от спавна, что-то как-то нехорошо у него получилось. Вот видите, да? Точка разведки. Сейчас вы ее здесь цапли. По факту она тоже не особо нужна. Но, как говорится, что же делать? Хочешь, не хочешь, а придется. Так, ну вот, взяли мы точку разведки. Стоит у нас Уральчик на Пелорабе. Вот, смотрите, какая прелесть у нас здесь с вами раскрывается, да? Так, соответственно, пересаживаюсь, демонстрирую, что с этим Уралом. Видите, у нас без топлива. Мерталь взад в Кабаз. Заправляю Урал. Пересаживаюсь. И поехали. Поехали открывать гараж. Гараж уже заждался. Весь уже, хоп, покрылся. Давайте мы его одушевим и, собственно говоря, заставим работать. Так. Укозюливаемся. Урал, конечно, это вообще машина офигенная. Самая, наверное, лучшая машина, как по мне, в игре с Метарес. Ну, если ориентироваться на дефолтный транспорт. Не, ну, Кразик тоже 255 зачетный. Я ничего не могу плохого сказать. Но мне что-то у Уральчика много больше. Вот такой, вы знаете ли... О, здесь у нас лужа оказывается. Да, прикольно. Классный лужа. Вот. Вот такой вот, знаете, Кразик-то вот зависимый. Понимаете? Вот зависимый от Урала, я бы даже так сказал. Ну, потому что он не способен погрузиться самостоятельно на 6 очков, например. Урал же может грузиться, ну, не на 6, но зато на 4 и самостоятельно. И для этого ему никто не требуется. А Кразик способен самостоятельно погрузиться только на 2 очка. Но, при всём при этом, ребят, у Кразика очень хорошая проходимость. И, несмотря на то, что он вроде бы и дефолтный, вот, катался я тут не так давно на какой-то из карт, проходили мы на стриме, выдалась мне уникальная возможность прокатиться на Кразике. Вы знаете, я был приятно удивлен. По-моему, даже... Ой, Урал 432010, который я бросил возле там, это, никогос, наверное. Вот. Он будет гораздо слабее. Ну, понятное дело, вот, дефолтный Урал, вот этот, да, 4320, он тоже вот слабее, чем в 255-й Краз. А бой Урал вот заточит, собственно говоря, по дефолту 432010, который находится в мастерской спинтаре в разделе проверенных водок. Поэтому... Поэтому всё это нормально. Это всё очевидно. Так. Правая оправа пилка. Ну, главная дорога, это наша дорога. Поэтому едем по главной. Никуда не сворачиваем. И в аккуратно попадаем в гараж. И, собственно говоря, мы его открываем. И, наверное, на этом заканчиваем. Я, честно говоря, даже не знаю, чем учимся. Можно, конечно, покататься, показать вам здесь все вот эти пилорабы, которые здесь есть. Ну, это дело второе, потому что, в принципе, в принципе, сама по себе карта сделана, ребят, очень красиво. Несмотря на то, что это первая работа автора, автор, как говорится, не труханул и сделал всё очень красиво. Вот эти вот обраночки сделал. Всё это, ребят, делается буквально метр за метром, сантиметр за сантиметром в редакторе карт. Достаточно кропотливая работа, но, тем не менее, автор не труханул и сделал. Вот, сделал, я считаю, достаточно красиво. Ну, вот таким вот незамысловатым способом мы с вами открыли гараж. Всё достаточно очевидно, просто и без каких-либо проблем. Вот и наш гараж. Всё, мы его открыли. По большему счёту, задача, ребят, по обзору выполнена. Я открыл все точки разведки... Нет, точки разведки я не все открыл. Ну, так скажем, для того, чтобы открыть всю карту, я эти точки разведки открыл. А так вот, ещё две точки разведки остались невостребованы. Как я и говорил, то есть, пять, я не знаю, точек разведки здесь вообще за глаза. То и четыре, а то и три, наверное, даже. Но семь это явно перебор. Ну, ладно, всё-таки автор учится, как бы, суть не в точках разведки, а, в принципе, как у него вообще в целом получается картостроение. Могу сказать точно одно, что получается у него достаточно неплохо. А в дальнейшем я больше чем уверен, что у него получится ещё лучше. Вот, и на основании этого, ребят, я хочу автору пожелать только дальнейших успехов. Вот, в развитии и, так скажем, в познавании редактора карт, я думаю, что от этого автора мы ещё увидим и одну, и более красивую, более, можно, большую и детализированную карту. До этого я заканчиваю. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Витаргат 177. Карту скачать вы сможете, увидев ссылочку, прямо вот под видео. Там в описании. Кнопочку ещё нажимайте, ребят, почаще. Ради бога. Меня просят поставить, где скачать мэнджер, дженерик, вот и деймл. Там был мэнджер модом. Всё там, всё под видео. Где скачать там камеру, камеру, как у тебя. Всё там, всё под видео. Ребята, скачать там от полигона, от психо-19, всё под видео. Да вы что, глазки разуваете. Где скачать пиратку? Всё под видео, ребята. Всё под видео. Всё под видео. Смотрите ссылки. Там всё чёрно-по-белого написано, и ссылочки на всё предоставлены. Всё, ребят. Всё, всем спасибо. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!